Здравствуйте, друзья! Сегодня мы попробуем новый способ взаимодействия с вами. На моей странице «Художественный совет», куда я пригласил художников и начинающих любителей выставлять свои картины и комментировать их и друг друга, и профессионалами. Ну вот пока достаточно вяло это происходит, ну может быть мы сейчас придадим некий импульс нашему сотворчеству. И вы видите страницу «Художественный совет» в сообществах, вы можете сюда зайти и обнаружить возможность выставлять свои картины и комментарии к работам друг друга и со стороны профессионалов. Свою толику внесу и я, буду комментировать ваши работы, если получится периодически, может быть чаще, может быть реже, всё будет зависеть от энтузиазма вашего и от моих возможностей. Итак, «Художественный совет» называется, группа, не группа, даже публичная страница. И вот работы, которые выставляют участники этой страницы. Мы видим Сергей Тюкин. Очень хорошая работа, можно сказать и добротная, но немножко провинциальная. Есть нехватка, лёгкая нехватка техники. Не технично решены стена, можно было бы чуть поинтересней, чуть профессиональнее. И подводят некоторые, вот допустим, вот эта вот линия, вы видите, она как будто разрезает руку, а рука, как будто она из дерева и культя пальцев. То есть такие, вот при том, что общее впечатление в мельком хорошо, отлично, но когда начинаешь всматриваться, находишь явные недуги. Особенно вот эта линия. Ну и опять же, штрих по цилиндру, и уже не было бы так тревожно. Чуть, да вот хотя бы даже палец прибавить, вместо трёх не хватает руки. И чумазость эта вот на руке, не от руки, а от чего-то грязного. Совсем не обязательно, чтобы она была грязной ухой. Ну, на мой взгляд. Ну и плюс не хватает техники в исполнении именно стены. Хотя на четвёрочку стена решена. Дальше идём. Тот же автор, Сергей Тюкин. Вот такая полосатая композиция, элементарная, немножко маловато. При том, что автор видит цвет, видит свет. Очень хорошо вопросы света решены, цвета. Пусть монохромно достаточно, но решены. Ну, вот эти колючки на дальнем плане, это не деревья, это колючечки. Нет решённости этих масс. И слишком простецкая композиция. Слишком на одном уровне эти растения. Да пусть бы они сбились бы в одну сторону. Пусть бы здесь какой-то мысик появился. Мысик закругляющий. Уж очень простецкое решение композиции. Как у ребёнка. Хотя явно автор больше, чем ребёнок. Ольга Базарнова. Очень богатый труд. Такой роскошный труд. Если не видеть Репина, то, в принципе, шикарно. Вот. И то, что автор взялся за такую богатую, мощную вещь, как репинские письмо запорожцев турецкому султану, то можно просто проаплодировать. Вот. Ну, немножко есть лёгкие недостатки, которые невооружённому глазу вообще не видны. Поэтому молодец автор, что берётся за такие задачи, что так выразительно портретирует и в тоне справляется. То есть в тональном рисунке справляется. Очень много хороших моментов. Но я думаю, что автор делал это на небольшом формате. Даже, может быть, там формат указан. И, конечно, тот размах, тот шик письма исполнительский письма Репина настигнуть было на небольшом формате невозможно. Вот. Хотя явно потенциал у автора на шик исполнительский есть. Ну вот он. Автор, вот размер картины. До неё большая картина вполне. Но можно было бы ещё больше. Но всё равно, молодец. Ну вот, вот сейчас вот видно, что тонально справляется, но слишком много ряби. Всё-таки у Репина чётче. Свет, тень. Вот, допустим, на этом лице видно. Слишком много ряби. Ну, это придирки. На самом деле, беглый взгляд в полном восторге. Так, Юлия Чунина. Ну, нерешённая задача. Нерешённая по всем статьям. Может быть, я даже не пойму, мило это или не мило, интересно, неинтересно. Технически – никак. То есть, ничего не произошло. Солдатский строй травы, чего не должно быть. Неожиданный кричащий ритм облаков, чего не должно быть. То есть, либо это покой солдатский, либо динамика всего пейзажа. Динамика москов, вы видите, слишком нарочитая динамика. Вот эта стрела, такая навязчивая, одержимая стрела спокойных облаков перестых, тоже непонятно. Очень много нерешённостей. Очень густой, вот этот вот кусок, очень густой, и при этом совсем без густоты само небо. То есть, нельзя такие контрасты позволять себе, когда слишком густо, и вдруг совсем просто, ну, в притирку набрано. Так, Виталик Михайлишин. Очень симпатичная работа. Портретист перед нами на лицо. Видит в тоне, видит по рисунку. Голова сидит идеально, глаза, нос, губы, всё сидит на лице, на плоскости лица, хорошие волосы. И вдруг вот этот странный шар. Не из живописи. Совсем не из живописи. Живопись такие вещи не выбирает. Можно посоветовать всё-таки расширить кругозор и не делать таких ляпов. Я, вы видите, немножко с критикой, потому что вы же не ждёте от меня похвалы в первую очередь. Вы ждёте всё-таки, чтобы я нашёл изъяны. Вот это изъян. Такой немножко дебилый подход к портрету. Вдруг вот такой огненный полушар, четверть сферы, цветов, ни о чём не говорящий, только портящий, нежнейший портрет. Ещё кричащий красный. Вот. Но портретист перед нами налицо. Но немножко не хватило общей культуры. Руслан Никанкин. Ну, его работ здесь, в художественном совете, очень много. И от работы к работе растёт и растёт. В данном случае работа безупречна. Упрекнуть не в чем. Вообще. Идеальная работа, которая... Либо это копия, либо это... Ну, думаю, что копия. Руслан много сейчас копирует. Надеюсь, что в дальнейшем появятся и самостоятельные работы такого же качества. Просто молодцом. Растёт из... Ну, в течение, вот, я не знаю, года, как художественный совет работает, он всё растёт и растёт. Опять Руслан Никанкин. И вы видите, тоже практически безупречная работа, собственно, придраться не к чему. Всё сделано умно, культурно, где-то даже экспрессивно. Так, Елена Лабушкина. Ну, детский. Детский рисунок. Можно было пожидать, что это гуашь. То есть технические задачи, вот то, что масло любит технику исполнения, здесь нет. Ну, это вот ребёнок в альбомном листе нарисовал гуашькой картиночку. То есть преимущества масла не реализованы. Даша Семенюк. Дерево не растёт в солёной воде. Можно это как метафизику воспринимать, что вот такое необычное происшествие. Ну, происшествия всерьёз нет. тоже на альбомном листе взрослый ребёнок что-то нарисовал. Хотя предрасположенность к хорошей технике явно видна. Виталик Михайлишин. Ну, подкупает такой фотографический эффект. Подкупает. В общем-то справлялся с масляной краской вполне. Может быть композиционно слишком фотография. всё-таки живопись чуть нарушает вот этот оптический оптическое закругление. Стоило его проигнорировать. Совсем не обязательно, чтобы облака пошли вдоль этой скалы. Путь бы шли в разрез скале. Очень одинаковая линия. Посмотрите. Одинаковая, одинаковая. Мало того, вторая одинаковая линия. Касание вот таких вещей должны быть чуть-чуть разными. То списанное касание как бы размазывается в фоновом пятне, то жёсткое. Тогда появляется эффект пространства, эффект ближе, дальше и так далее, и так далее. ну, тоже вот такой нарочитый крюк. Чем-то хотелось бы разбить. Змейкой уползающей берега. Змейка уползающая. Хорошо, что здесь перебито. Можно было бы даже ещё чуть-чуть выдвинуть, чтобы передний план ещё вышел к нам. Ну, с краской человек явно справляется. Со светом, тенью, тональностью справляется. Ну, немножко культурки. Это тот портретист. Да? Да, сонди розы. А-а-а. Ну, вот Руслан Никанкин с очередной роскошной работкой. Ну, в общем-то, и придраться не к чему. Может быть, это не на высший пилотаж тянет, но это очень твёрдо, убедительно. Есть у Никанкина проблемы, я в дальнейшем их буду обнаруживать, я там просматривал работы. Ну, в данном случае бросается вот эта вот проблема. Смотрите, практически на всём протяжении вот эта линия одинакова. что не делает чести портрету. Ну, пусть бы она ещё... Вот здесь он смягчил. Она рассыпалась напряжение контраста. Ну, пусть бы ещё где-нибудь рассыпалась. То есть, невкусная линия в самом центре картины. Если здесь, не будучи центром картины, мы можем не напрягаться от того, что есть такое же напряжение, немножко злобное, то здесь это слишком злобно. Хотя, в целом, как бы, мельком идеально. Наталья Быкова. Миленькая женская живопись. В тоне автор справляется, в цвете справляется. Ну, техника ещё подхрамывает. Слишком асфальтная ситуация. Пусть бы сначала появилась вертикаль отражения, а потом бы её чуть перебила горизонталь плоскости воды. А так это асфальтная дорожка. Нет ощущения воды. Все остальные среды более или менее выражены. Вот эта полоса слишком одинаково ровная. Таких вещей тоже стараемся не допускать. Слишком одинаково бахрамисто, мшисто деревца. В целом, мельком хорошо. Но придраться есть к чему. Вадим Агафонов. Очень симпатичное небо. Видно, что автору небо досталось довольно легко. Ну и вообще такой замес художника хороший. Это художник писал, но ещё новичок. Вот этот строй солдат, строй солдат, невкусный. Невкусные вот эти колючки на дальнем плане, верблюжьи колючки. Ну немножко всё-таки всмотреться, как хорошие художники решают деревья на дальнем плане. То есть очень наскоро, нахальненько, но ещё техники не хватает. И у воды тоже это скорее дорожка, голубая дорожка. Всё-таки если была бы нарочитие вертикаль и небольшие звуки горизонтали вода бы прозвучала. А так вода вторит горизонтали неба. А ей бы быть вертикалью с лёгкими горизонтальными звуками. Уже было бы другой ритм и взаимоотношения другие. А так это всё-таки дорожка. Евгения Кищук. Симпатичная работа. Очень симпатичная. Как бы и не придерёшься, такое впечатление немножко, что у автора была задача из 30 мазков сделать картину. Автор добился своей задачи. Может быть маловато мазков. Маловато действий на картине. Понятны причины, по которым это произошло. Ну, в общем-то, маловато. Хотя технически как бы и не придерёшься. Как этап в работе, то нормально. Вполне. Евгений на... Ой. не дочитал. Сейчас. Евгений Начевкин. Очень много одинаковых звуков. Смотрите. Прямо одинаковые тонально звуки на всём протяжении картины. И на дальних кусках, которые подвержены толщине воздуха и становятся бледными, как вот здесь автор справедливо заметил. Слишком много одинаковых тычков ну и достаточно одинаковых не только по тону, но и по конфигурации тычков. Я надеюсь, что я не только обращаюсь к авторам этих картин, но и к другим авторам, которые находят для себя похожие проблемы и будут соответственно делать выводы. Наталья Верочкина. Нежненько. Опять женское искусство. Нежненько. В общем-то и не придерёшься. Всё честненько выполнено. То ли импрессионизм, то ли примитивизм, но всё по-честненькому. Вот даже не знаю, что сказать. Ну, может быть, слишком рог. Слишком не змейка. Ну, хоть какой-нибудь бы ещё крутелик. Ну, в общем-то, всё-таки профессионализм не подразумевает вот такой рог. А так, в общем-то, и не придерёшься. Хорошо, нежненько, миленько. Обязательно найдётся почитатель такой картиночки. Нелли Комарова-Фёдорова. Задача, которую взяла Нелли, сложная, поэтапная, послойная. Ниже среднего выполнен первый этап. То есть, недостаточно сказано даже для первого замеса на картине для решения этой задачи. Это известная картина, по-моему, из Третьяковки. Лопухина, что ли? Так, Нелли Комарова-Фёдорова, вот уже удачная работа. А здесь как бы не придерёшься. То есть, вот другой язык живописи и Нелли справляется. Видимо, уже в этом языке живописи есть определённый опыт. Единственное, может быть, вот эти фоновые контрасты слишком равны контрастам переднего плана. переднего плана. Хотя это в данном случае не дурно. Ну, контрасты переднего не должны быть равны контрастам заднего. Но в данном случае оно как общий чернявый контраст, как общий чернявый каркас звучит. Ну, глазики разного размера, раздавленная ноздри одной из частей носа. Но это так, это может быть. У человека бывает и такое. Но, в принципе, с настроением, живой портрет очень хорошенький. Сергей Тюкин. Вырезанные. Все предметы вырезанные. Посмотрите, прямо из бумаги вырезаны и положено. Из бумаги вырезано и положено. Все из бумаги вырезано и положено. Даже полоска моря вырезана и положено. Этой вырезанностью страдают очень многие начинающие художники. Берегитесь вырезанности. При том, что человек явно способен к выписыванию. Но вырезанность очень губительна. Сразу выдает неумеху. Евгений Начевкин. Симпатичная очень работа. Не придерешься. Очень симпатичная. Может быть скучна композиция. Слишком два куска. Слишком два. Ну хоть какой-нибудь загибчик был бы. Ну хоть какой-нибудь загибчик может на переднем плане. Почву с травкой чуть-чуть. Слишком в два куска. Слишком. Хотя технически очень симпатично. Не придерешься как быть технически. Так. Ну здесь сложное имя. Я прокомментирую только картину. Может такое быть. Вполне может такое быть. явно очень густая краска и явно не густая краска в этих полях картины. Не должно быть такого несоответствия. Либо в картине всюду где-то густая краска присутствует, либо отказаться от такой густоты на переднем плане. Вот. Еще скажу так, что я картины в данном случае вижу не в живую, поэтому я не вижу реально все-таки количество краски задействовано. Только могу предполагать. Поэтому конечно живьем все это попонятнее, пояснее, потому что фактура в масляной живописи имеет очень большое значение. «Человек разумный работал». Ой, сейчас я не сказал, может и не важно автора. «Человек разумный работал, в общем-то задача тонально выполнена вполне, в цвете выполнена вполне, что важно, чернота не глухо черна, что молодец, заметил это, что это не глухой черный, может быть слишком ватная борода, а так все видит человек рисунок, ракурс, все видит».